Сейчас у нас утро, у нас еще только 7 часов, еще очень рано, ну пока мы пьем кофе, пьем кофе и вам того же, пока вам немножко хочу что-нибудь с вами поболтать, рассказать. Наверное, многие видели у меня на руке вот такой браслетик, постоянно в видео я их сама даже замечаю, вот когда я что-то делаю, он постоянно его видно. Если кто не знает, это вот из таких камушек черненьких, это делается здесь мангал-сутра. Мангал-сутра это принадлежность женщине к тому, что она вот замужем, это вот если такое вот видите на женщине, это значит, что она 100% замужем. Вообще это одевается на шею, это как ожерелье, но в наше время стало модно носить именно браслетиками. Я, например, на шее носить не люблю, в Индии очень жарко, особенно когда работаешь на кухне, это вот здесь все, знаете, 7 потов с тебя льется, поэтому вот все начинает раздражать, все начинает, знаете, прямо вот резать буквально, поэтому я не люблю. Вот в последнее время такая пошла мода, я вот увидела, что на руке я бы носила, на руке оно мне не мешает. Так вот, что же это за камушки? Это камушки вот не просто такие, вот именно черные камушки, вот они имеют такое защитное свойство. Они защищают от глаза, от сглаза, от всего плохого, от дурного глаза. То есть это вот, наверное, придумано не так просто вот такими вот старыми людьми, знаете, это вот придумано, наверное, для того, чтобы вот это одевается на женщину и получается как бы защищает ее брак от какого-то дурного воздействия, от какого-то дурного глаза, от сглаза. Поэтому, наверное, женщины не так это просто вот как бы и носят. Ну, женщины вообще в Индии много чего носят. Я не ношу ничего, как вы видите, у меня руки пустые, у меня уши в ушах ничего нет, у меня на шее ничего нет, индианки. Это все нужно носить обязательно, даже на ногах браслеты. То есть здесь такая ставится точка в лбу, это называется бинди. Это обязательно тоже вот после ее, она такая в наклейкой основе вообще бывает. И сюда вот ее крепится. Потом делается такой синдур, это красная краска вот здесь в волосах на проборе. Причем ее ставится в муж в день свадьбы. Он делает этот синдур. Это значит то, что вот ты моя, ты моя жена теперь. Ну, женщины здесь вот это обязательно. Это вот это показывает именно то, что мы замужем уже. Все, увидев такую женщину, каждый мужчина поймет, что она занята. Все, на нее уже никаких претензий быть не может. Ну, теперь я вам еще немножко сейчас покажу, что я приготовила. Пока вот я пила кофе, немножко с вами поболтала. Хотелось вам вот рассказать что-то интересненькое. Может быть, это было интересно для вас. Может быть, вы это уже знали. Те, которые в Индии, конечно, живут. Ну, те, которые живут не в Индии, за пределами Индии, скорее всего, они не знают этого. Поэтому хотелось вот немножко их посвятить. Такую информацию вот как бы сделать. Показываю вам свои заготовки. Это вот, если хорошо видите, вот сейчас приблизим немножко. Это у нас грибы, это у нас бинз и это у нас морковка. Ну, грибы и морковку, конечно, знаете. А бинз у нас на английском, это вот какая-то маленькая вот такая фасолька. Я не знаю, как она выглядит именно в виде фасоли. Но в зеленом виде она вот выглядит там. Так, и причем сейчас вот сезон, второй сезон, winter season. Я уже вам говорила, что здесь в Индии все бывает у нас два раза. Два сезона бывает вот этих овощей. Вот это именно зимний сезон. Причем зимний сезон, вот самый классный сезон. В этот сезон бинз вот именно вообще очень классный. Зеленый, хрустящий. Знаете, внутри даже вот этих горошин, вот этих фасолин даже и нет. Вот именно такой сок. Вот здесь покажу вам еще. Я отварила браун райс. Ну, у меня сегодня немножко времени не было. Я немножко опаздывала, поэтому я отварила в кукаре. В кукаре, если вы знаете, это вот скороварка. Они бывают здесь разных размеров, разных форм. И вот в них готовят в основном индусы, потому что это получается очень быстро. Не всегда же есть время, знаете, там фасоль и горох, например, варить. Это очень долго, часами варить. А здесь дал. И вообще фасоли делаются каждый день. Вот еще немножко хотела вам рассказать про скороварку. Вот показала вам скороварку, что мы вот готовим в таких вот скороварках. Так почему же мы готовим в таких скороварках? Если вы не знаете, ну, я думаю, не все об этом знают. Те, которые, девочки, конечно же, живут в Индии, наверное, они знают. Но те, которые живут за пределами Индии, конечно же, они не знают, что здесь, во-первых, газ очень дорогой в Индии. Газа своего нет. Он у нас идет как импорт, с других стран, скорее всего, поставляется. И у нас он идет в баллонах. То есть не так, как у нас там идет по, как пайплайн, по, ну, как у нас, вот в домах включил, и всегда есть газ. Нет, здесь такого нет. Здесь надо специально занимать очередь. Здесь вот книжечки даже на газ. То есть это вот надо звонить в соответствующие инстанции. Даже тебе вот сразу и не привезут. Поэтому в доме всегда у нас есть два баллона. То есть вот один заканчивается, другой я сразу покупаю. Вот звоню, чтобы мне привезли. Потому что если закончится один, чтобы второй вот был в любой момент. Потому что это очень трудно, когда нету газа, на чем готовить. Я вот даже купила вот Индакшн себе, чтобы вот на всякий случай, если вдруг с газом какие-то проблемы было, было вот такое немножко, когда вот была пандемия, немножко было такое с газом проблемы, не сразу привозили, то есть несколько дней это занимало. И поэтому я купила вот такую себе Индакшн электрическую, чтобы вот на всякий случай, чтобы вот можно было как бы что-то приготовить. Так вот, вот о таких вот кукерах, значит, о таких вот скороварочках. Скороварки у нас есть разных размеров. От 5 и 10 и 12 литров до... И даже вот маленькие и полулитровые есть вот маленькие, если что-то там минимум приготовить, как я сегодня, мне там чуть-чуть надо было риса приготовить, поэтому зачем же я буду вытягивать такую большую скороварку, допустим. Я взяла себе маленькую. Ну и вообще мы едим как бы мало, и нам нужно всё такое разнообразное 2-3 раза в день, поэтому готовим по чуть-чуть, понемножку. Всё вот разное каждый раз. Сейчас я вам уже в готовом блюде, в готовом уже виде покажу своё блюдо, которое я вот приготовила для мужа. Рецептами я вас мучать не буду, опять же говорю, потому что не каждому интересно, но это легко на самом деле, это может приготовить каждый, поэтому там рецептов особых никаких нету. Сейчас вам уже покажу вот в готовом виде. Показываю уже в готовом виде. Я вам показывала заготовочки. Вот уже готов наш рис. Я уже сказала, какие там овощи. И немножко сверху единственное, что добавила, соевого соуса для вкуса. Потому что браун райс у нас, он очень такой суховатый бывает, поэтому не очень так приятно его есть, как бы без ничего. Ну, я поэтому добавила туда немножко овощей и соевого соуса для того, чтобы он такой вот был мокренький. Ну вот это уже у нас, я уже заворачиваю всё, складываю. Раджешу уже тормозок моему мужу. Это вот такой хот-кейс. Если вы не видели, в Индии такими пользуются. Это вот с двойным дном такая вот кастрюлька, можно сказать. В ней держится пару-тройку часов всё горячим. То есть, если вот я дам горячее в таком вот виде, вот так вот его заверну. Тут ещё вот такая вот тарелочка есть и вот такая вот крышечка. Вот так, если мы это всё закроем, то мой муж через 2-3 часа даже откроет через 2-3 часа, и оно будет горячим. Ну вот я положу в такой баскет, вот я уже ему приготовила бутылку, заворачиваю, и он уже будет уходить. Муж спешит, бежит. Привет, я опоздала немножко. Муж, скажи всем привет, хоть поздоровайся со всем. Привет, привет. Привет всем и до свидания. Спешит, потому что он доктор, ему ещё в больницу, а ему ещё нужно успеть в спортивный зал. Там ещё отработаться 1,5-2 часа, поэтому нет у него времени на разговоры с нами. Но ничего, понемножку будем каждый день его показывать, чтобы видно было, какой у нас муж, какая у нас семья. Понемножку будем каждый день привлекать его тоже. Ещё хотела вам показать маленький момент здесь, в Индии. Это вот соседний дом мой. Вот это мой дом, а это вот прямо соседи. Но соседи наши уже 2-3 года как не живут здесь, они уехали в Ашрам. Вот ещё когда я строила дом, они ещё были здесь. А потом уехали в Ашрам жить. Ну, они такие уже пожилые, детей у них, по всей видимости, здесь нет в этом городе. Может быть, в другом городе живут, а может быть, и за границей живут. Я не знаю, но, в общем-то, они уехали в Ашрам. И вот я даже знаю, что этот дом они, скорее всего, будут продавать. Уже некоторые приходят, вот смотрят на него. Может быть, скоро этот дом уже продастся. Может, даже будут как-то перестраивать. Здесь никто не живёт, но есть здесь один человек, который присматривает за этим домом. Но он не только присматривает, он ещё здесь и работает. Знаете, здесь вот в Индии никто, в основном никто не гладит вещи сами. Здесь это делают вот такие называются пресс-вала. Пресс-вала – это значит принадлежность к тому, что вот пресс – это типа гладить. Вала – это как вот тот, который гладит. И здесь вот люди в основном дают вещи гладить. Ну, конечно же, видите, что это бедное сословие людей. Вот он стоит, у него такая повозочка здесь своя. Вот я вам даже сейчас покажу, как он это делает. Вот он это гладит. Намастевая! Смотрите, он гладит. И гладит таким, причём, утюгом, очень тяжёлым. Этот утюг работает не от электричества, потому что от электричества работать таким утюгом – это будет очень дорого. Он не может себе позволить такого удовольствия, потому что это будет ему дороже стоить, чем он может взять с людей как бы плату за этот пресс. Я вот вам ещё здесь покажу внизу, вот как они это делают. Вот видите, такие угольки. Угольки. Такое вот дерево, уголь. Он, получается, пережигает. Вот рядом ещё у него куча пепла. То есть он целый день этим занимается. Он пережигает постоянно какую-то древесину, какой-то уголь. У него утюг, он открывающийся. Он открывается. Я буду сейчас уходить отсюда. Я не хочу его, конечно, смущать. Я попросила у него, конечно, разрешения на то, чтобы снять. Ему, наверное, не очень удобно, поэтому я ухожу. Но я вам расскажу ещё. Этот вот утюг, он открывается изнутри, и туда вот эти вот угольки древесные или ещё что-то там зажигает. Я, кстати, не знаю этих триков, что именно он там зажигает. И вот там он, получается, за счёт этого утюг, он становится горячим. Он нагревается, и за счёт этого, получается, вещи гладятся. Но я должна вам сказать, что это надо очень хорошо уметь. Мы, конечно, такого не... Ну, это, конечно, очень такая кропотливая и трудная работа, сами понимаете. Целый день вот так сжечь древесину. То есть это постоянно открывать этот утюг, постоянно туда закладывать новую горячую вот эти вот угольки. Вот этот, получается, горячий как бы пепел. То есть это, конечно же, работа очень тяжёлая, и стоит вот погладить у него, конечно же, очень дёшево. Вот человека просто, получается, здесь как бы приютили. Вот за то, что он смотрит вот за этим домом, они дают ему здесь поставить свою повозочку, и как бы он гладит для всех вот окружающих соседей. Это его как бы маленький бизнес. Вот таким вот способом здесь и зарабатывают как бы бедные люди. Вот кто чем занимается, я и в дальнейшем буду вам показывать. Вот по одному, по одному буду делать такие вот видео, чтобы показать вам, кто чем занимается здесь, что и как. Работа здесь у каждого разнообразная. Каждый вот бедный человек, можно сказать, ищет себе, ищет себе вот такое какое-то занятие для заработка. Ну, я глажу сама, должна сказать, что поэтому я не отдаю вообще никуда, я только вот в химчистку. Если мужа рубашки, у него в основном всё белое, поэтому я сама с ними не справляюсь. Ну, а так, конечно, я делаю всё сама. Вот это вот садна, это моя помощница. Я вам уже показывала раньше, в самом первом нашем видео, что у меня есть помощница в доме, но она, кстати, у меня одна единственная. Я больше никого не приглашаю. Она моет пол, убирает у меня и моет посуду. Ну, должна вам сказать, что это не то, что здесь вот приходит помощница в Индии, это не принадлежность к какому-то там высшему какому-то классу, это не принадлежность к тому, это не указывает, вернее, на принадлежность того, что здесь там прямо этот человек очень богатый или что. Я должна вам сказать, что здесь в каждом абсолютно доме здесь есть вот такая помощница. Причем я вам даже скажу, что вот у меня она только одна, я вот как бы всю работу по дому делаю сама, совершенно я как бы делаю все своими руками, я даже рассказывала, что я вот цветы, цветами занимаюсь. А вот здесь вообще даже вот для цветов это у нас садовники бывают, даже у людей приходят, готовят, вот женщины помогают, то есть здесь это вот на каждый случай, на каждую работу, так сказать, люди вот таких вот помощниц зовут. Даже вот должна вам сказать, что на каждый день даже у людей есть помощница, то есть на каждый день это вот как бы садно она у меня уходит утром, вот делает работу и уходит, как бы один раз приходит. А если работает девочка целый день, то она вам делает абсолютно всю работу, она вам и стирает, и вешает белье, и снимает белье, и даже его расправляет и складывает, даже меняет вот простыню на постели, потом убирает ванну, и вот там вытирает тряпкой все насухо, моет раковины вот каждый день. То есть вот даже для такой работы здесь у людей как бы есть помощницы. Ну, как я вам сказала уже, я никого не приглашаю, я стараюсь делать все самой, мне интересно, у меня проблем как бы нету с этим, мне нравится самой все делать. Вот еще вам немножко покажу, вот идет у нас очередной работник, развозит для цветов горшки. Вчера я уже вам показывала, что вот как это здесь все делается, все это на повозки ставится и развозится буквально вот прямо перед домом, можно купить практически любой здесь товар. Вот такие вот бедные люди зарабатывают таким вот способом, то есть они едут не на машине, это на повозке, но, конечно же, это тяжелая рабочая сила, вот такой вес, сами представляете, вот так вот идти толкать эту повозку и кричать целый день, горло надрывать. Конечно же, эта работа очень тяжелая. Еще немножко хотела вам сказать по поводу работников в доме, вот я вам уже показала, вот как здесь и что здесь, вот у каждого есть свои даже вот работники, домработницы, помощницы. Так вот, немножко хотела еще вот уточнить, почему у каждого здесь вот есть такие работники. Значит, здесь в Индии очень ценится образование, практически вот у нашего среднего класса вот все люди образованные, с высшим образованием. И, естественно, самомнение вот таких людей, оно поднимается вот на 100%. То есть такие люди, вот, допустим, как мой муж, доктор, он никогда не будет там копать землю или рыться возле дома. Это вот, он считает, что это вот ниже его достоинства, потому что он не для того, так сказать, 10 лет учился, получал высшее образование для того, чтобы там заниматься всякой мелкой работой. Ну и начнем с того, что как бы еще и нет времени, конечно, у них, потому что такие люди, конечно же, они зарабатывают, им как бы не до того, чтобы заниматься домашними делами. Скажу еще про женщин. Женщины тоже в Индии очень ленивые, они не будут заниматься домашней работой такой в полной мере. То есть готовить, да, готовят индусские это каждый день, целый день, три раза в день. Потому что я вам уже говорила, что в Индии все любят горячее, свежее, приготовленное. То есть вчерашнего здесь вообще никто не ест. То, что вчерашнее, это уже на улицу коровок мы отдаем, это уже едят животные. Или забирают наши помощницы, домработницы. Если хорошая вкусная еда, мы отдаем им, они забирают, они едят потом. Так вот, что я хотела сказать. Индуски практически не занимаются никакой домашней работой. Они действительно, я могу сказать от себя, они ленивые, они не хотят ничего делать. То есть здесь мало того, что приходит мыть посуду, приходит мыть пол, еще и нанимают девочку на целый день. То есть она делает полностью, практически всю работу в доме. Она и бельем занимается, она и постель поменяет, она и помоет ванную, и раковины все почистит, помоет. И даже посуду разложат, и по шкафам на кухне, и даже газ помоет. То есть даже вот так вот. То есть индуски практически занимаются только вот домашней работой. Это у них считается вот дети, детей отвезти в школу, привезти со школы или на остановку, на автобусную, до автобуса отвезти и привезти. Потом дополнительные занятия отвезти, привезти. Ну и, конечно, еда. Еда в Индии отнимает готовка. Очень много времени, потому что индусы только вот все горячее. Даже вот каждые руки вам дадут прямо со сковородки. То есть никто вот даже так, как я, вот там в ход кейс никто не ложит. Прямо вот все подается со сковородки. Поэтому, сами понимаете, индийская кухня, она отнимает, конечно, очень много времени. Но индуски, они сидят дома, они домохозяйки. Здесь как бы работать женщинам считается зазорно. Они считают, что если муж обеспечивает, муж зарабатывает, то они как бы считают ниже своего достоинства вообще работать. Для них это не считается такой прям целью жизни, устроиться на работу и хорошо зарабатывать. То есть если дополнительно что-то зарабатывают, какой-то хобби или вот что-то, то хорошо. Если нет, то есть никто здесь даже никогда и не спросит, а почему, дескать, ты не работаешь. Вот как бы для нас это вообще непонятно, почему женщина сидит дома. Да, женщины все хотят работать. Нет, здесь такого нет. На прощание хочу показать вам, что я тут сегодня опять наготовила. Но это у нас неизменные руки. Без них мы не можем. Это у нас опять дал, жареный с луком с помидорами. Здесь у нас обычный сабджи из капусты с картошкой. Утром мы делали диетический коричневый рис. И еще приготовили одно блюдо. Это спагетти с грибами, с чесноком и с зеленым руком. У нас интернациональная семья. Дочка у меня отказывается есть только индийская. Ну и мужу нравится иногда. Он позволяет себе такое. Готовим. И такие вот блюда. Европейские, можно сказать. Или украинские. Дочка, муж и я тоже такое люблю. Надеюсь, вам было интересно со мной. Оставайтесь. Буду показывать все самое интересное. Пишите комментарии, свои пожелания. Что бы вы хотели увидеть. Заранее вам благодарна за внимание. И за то, что остаетесь со мной. Спасибо вам большое. Оставайтесь на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok